Свои 13 Марат Блинов уже прочитал несколько десятков произведений. Предпочтение отдаёт родному белорусской литературе. Полесские Робинзоны, песня про Зубра, «Маленький принц» за любимым делом проводит большую часть свободного времени. Уверен, книга – лучший подарок. Тем, кто не может её купить, мальчик помогает. Семиклассник – создатель благотворительного проекта. Я больше стараюсь говорить на белорусском. Смотрю там мультфильмы на белорусском, читаю больше. После проекта от БРПО «Зарница онлайн» я начал думать, какой проект можно создать. И тут я заметил, что возле почтовых ящиков иногда валяются такие буклеты, всякие газеты, журналы. И я подумала, что если собирать муклатуру. Сбор – это первый этап. Второй – сдача муклатуры в пункт приёма. Третий – покупка на вырученные деньги, книг на белорусском языке. Финалом станет передача художественной литературы воспитанникам детского дома в канун Дня Знаний. Присоединиться к проекту может любой желающий. Например, возле почтовых ящиков в подъезде оставлять специальную коробку для бумажных отходов. Это инициатива детей. И когда инициатива приходит от детей и для детей, это всегда очень важно, это всегда очень нужно. И я думаю, что как любой родитель её всегда поддержит. Проект поддержала и оказывает помощь пионерская дружина. Своими силами ребята собирают муклатуру, складывают её в импровизированный ящик и к нему прикрепляют наклейку с названием «Акции». После размещают фото в социальной сети со специальным хэштегом, что служит своеобразным отчётом и примером для других. Детская палата города Бобруска славится своими креативными, талантливыми лидерами. Уже не первый год ребята доказывают о том, что их проекты важны, нужны, а главное – они реализовываются. Марат уже сдал больше 145 килограммов макулатуры. На вырученные деньги купил 12 книг, которые совсем скоро отправятся в детский дом. Главный лейтмотив проекта – сделать мир чище и добрее. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.